Всем доброе утро! Я рада приветствовать вас в новом влоге. Прежде чем начну завтрак, хочу познакомить вас с этим красавцем. Вчера купила гиацинт. Такой же он красивый, насыщенный, такой глубокий фиолетовый оттенок. Вчера кухня наполнилась потрясающим ароматом буквально за пару часов. Сегодня утром я спускаюсь на первый этаж, а аромат уже распространился по всему дому. Так вкусно, так классно пахнет. Все-таки весна потрясающая. Время года я его оставила в оригинальном этом горшке. Просто горшок этот черный поставила в кашпо. Не знаю, насколько долго он простоит, но вот сейчас украшает мою кухню. Готовить, конечно, в такой атмосфере, в такой обстановке в разы приятнее. Такая красота! У меня после праздников на кухне настоящий цветник. Еще у меня тут есть вот такие тюльпашки в горшке. Тоже покупала где-то дня 4, наверное, назад. До сих пор стоят. Так разрослись, эти бутоны распустились. Очень красивые. Вот эти цветы у меня уже больше недели стоят. И как будто, знаете, они как искусственные. С ними ничего не происходит, в том числе розочки. Так, отлично сохранились. Вот эти вот, правда, веточки, это искусственные. Я дополнила букет, разнообразила. А вот эти вот, это все живые цветочки. В комментариях еще спрашивали у меня про эти тюльпаны. Они не настоящие. Это искусственные цветы, сделанные из латекса. Ну, согласитесь, что смотрятся очень натурально. Они как будто живые. Сделаны так аккуратно. Есть даже как будто как раскрывшиеся бутоны. Я заказывала на местном сайте Amazon. Аналогичные продаются на Алиэкспресс. Я точно знаю. Я там смотрела. Я просто не захотела ждать доставку. Разница в цене была небольшая, поэтому заказала на местном сайте. Оттенки есть разные. Вот издалека даже не понять, что это стоят искусственные цветы. Еще на распродаже после Пасхи я купила вот такую яркую столовую дорожку. Стоила всего 4 доллара, но при этом хорошее качество. Ткань плотная, швы все аккуратные. Мне кажется, ткань даже немного как влага отталкивающая. Поэтому можно использовать, в принципе, и на каждый день. Думаю, пятна легко будет отстирать. Вот теперь такой у меня тут яркий, красочный весенний уголок. Вчера делала генеральную уборку в ванной комнате. Сегодня мне осталось помыть еще душевую кабину. В один день все это не делаю, чтобы сильно не перерабатывать. Хочу попробовать протестировать средство, о котором вам рассказывала ранее в одном из прошлых влогов. Посмотрим, насколько эффективно оно окажется в данном случае. В небольшой емкости смешиваю на глаз пищевую соду, перекись водорода и наливаю кипяток. Попыталась тут заснять для вас загрязнение, но сложно было найти ракурс, чтобы камера смогла сфокусироваться. В общем, вот как получилось, но скажу, что загрязнения, особенно внизу, были серьезные. Не мыла я душевую кабину месяц, наверное, точно. Мы сейчас постоянно используем скребок, чтобы убирать остатки влаги со стеклянной двери. После того, как примешь душ, я, конечно, это делаю каждый раз. Муж обычно через раз, в лучшем случае. Но вот такой ритуал определенно помогает без особых усилий поддерживать чистоту здесь намного дольше. Губкой распределила все срезы. Средство по поверхностям и решила так оставить на несколько минут, чтобы оно хорошо подействовало. Тем временем чищу слив, откручиваю решетку. Там хорошо все промываю, прочищаю. Также засыпаю соду, наливаю перекись водорода и кипяток. Оставляю на несколько минут. Средство отлично справилось со своей задачей. Результатом я осталась довольна. Смогла удалить весь известковый налет, который скопился на двери внизу без использования какой-то дополнительной вредной химии. Конечно, пришлось приложить усилия, посильнее потереть. Я использовала жесткую такую губку. Но все отмыло. Стеклянная дверь сантехника блестят. Блестят, сияют. Единственное, что смывать это средство необходимо очень тщательно. Потому что иначе остаются белые разводы. И, кстати, когда моешь, на одежду тоже попадают брызги. И появляются какие-то белые пятнышки. Такие, как после раствора с содой, например. Но на ткань это никак не влияет. После стирки следов не осталось. В завершении вслив я капаю несколько капель эфирного масла. Заливаю кипяток. И комната сразу наполняется приятным вкусным ароматом. Субтитры создавал DimaTorzok Решила устроить себе небольшой перерыв. Сейчас приготовлю капучино. Пойду получу билеты. Хочу порекомендовать вам вот такое растительное молоко. Торговая марка Silk. Это ореховое молоко. Миндаль и кешью. Но это, конечно, не молоко. Это больше как напиток. Но вот оно единственное из всех, которые я ранее пробовала. Имеет вкусную кремообразную текстуру. Что-то наподобие коровьего молока. Все остальные варианты это просто водичка с ароматизатором. Я пробовала соевое. Я пробовала ореховое. Овсяное. Потом кокосовое. Еще какие-то были. И вот только это мне понравилось. И теперь в последнее время мы покупаем именно его. Оно продается в магазине Walmart. И, по-моему, еще в магазине Publix. Если не ошибаюсь. Сейчас я делаю капучино следующим образом. 70% растительного молока. 30% коровьего. Но в ближайшее время хочу полностью перейти именно на растительное молоко. Так что если вы в поиске какого-то хорошего растительного напитка. Я рекомендую вам попробовать такой вариант. С ним капучино получается более-менее приближенным к оригинальному вкусу. Еще хочу показать вам кружку. Когда она мелькает в кадре, вы всегда у меня спрашиваете, где я покупала такую кружку. Заказывала я их на местном сайте Amazon. Не знаю, продаются ли они на Алиэкспресс. Ну, посмотрите на местных сайтах. Мне кажется, они везде должны продаваться. Такие достаточно популярные модели. Ее плюс в том, что напиток сохраняется горячим очень долго. За счет того, что здесь двойное стекло. Оно, конечно, очень хрупкое. Я одну кружку разбила уже. Эмма одну кружку разбила. И вот заказала еще две штуки. Они не дешевые. Кстати, две штуки стоят, по-моему, я покупала за 13 долларов. Но вот капучино я люблю пить именно вот из таких кружек. Оно такое горячее, длительный период. Чай пью из других кружек, а капучино предпочитаю именно вот из этой. Ну и, конечно, смотрится очень эстетично напиток в такой емкости. Оно такое горячее, длительный период. Доставили мне сейчас посылку с сайта Amazon. Покажу вам, что заказала. Мы через несколько дней с мужем планируем поездку. И я решила обновить наши дорожные аксессуары. В частности, заказала упаковку чехлов для одежды. У меня аналогичные есть. Они с сайта AliExpress. Покупала я их, наверное, где-то года три назад. Но они постепенно уже приходят в негодность. Где-то ткань рвется, где-то перестает работать замок. И вообще они как-то выцвели уже, такие непривлекательные. И я решила на пробу заказать вот такую одну упаковку. Здесь шесть штук разного размера. Посмотрела, аналогичные продаются на AliExpress. Стоят чуть дешевле. Но там, конечно, длительная доставка. Поэтому я решила купить на местном сайте. И каково было мое удивление, что мне пришли они гораздо лучшего качества, чем я предполагала. На картинке я посмотрела, подумала, что точно такие же, в принципе, как я и заказывала ранее. Как у меня были. Но здесь ткань такая водоотталкивающая, плотная. Замочки тоже, на мой взгляд, лучшего качества. Сетка, в общем, выглядят достойно. Они, конечно, чуть подороже, но это тот случай, когда стоит переплатить, и ты получаешь более привлекательные. И, мне кажется, они прослужат гораздо дольше. В общем, здесь один вот такой большой с сеткой. И тут есть ремешочки. Можно застегнуть одежду, зафиксировать, и она будет сохранена на 100%. Также средний размер точно такой же с сеткой и маленький. Я обычно складываю одежду рулонами, и потом вот все это фиксирую замочком, и так одежда не мнется, и не образуются заломы. Также был вот такой мешочек, возможно, его использовать для обуви, например. Маленькая косметичка. И вот такой чехол. Он, по-моему, был для нижнего белья. С ручкой, тоже замочки, полностью закрыт. Вот у этих, кстати, тоже есть удобная ручка. В общем, очень классные чехлы. Мне понравилась расцветка бежевая. А я думаю, что, наверное, закажу еще несколько пару упаковок, после того, как мы вернемся, и полностью заменю все чехлы. Еще я купила органайзеры для обуви. Нашла вот такой вариант. Здесь на картинке было нарисовано то, что можно разместить все три пары обуви. Получается, одну кладем на дно. Здесь защитный слой, чтобы не замаралась обувь нижняя. Сверху еще одну пару. И вот сюда тоже можно какие-то, не знаю, босоножки или кеды небольшие. В общем, тоже классная. Ткань такая плотная. И смотрите, здесь даже есть как бы ручка. Кстати, можно, наверное, такой чехол еще прикрепить на чемодан, если вы путешествуете на поезде или на самолете, передвигаться по аэропорту. И таким образом он все зафиксирует. Классно. И здесь сбоку даже есть замочек. Какой-то ткань тоже похожа на водоотталкивающий. Приятная расцветка. Здесь сеточка прозрачная. То есть видно супер изнутри тоже водоотталкивающая ткань. То есть легко его будет мыть. И здесь та же ручка. В общем, очень я довольна. Тоже купила одну штуку на пробу. Думаю, нужно будет заказать еще несколько. И вот у продавца, у которого я покупала, у него, к сожалению, размер был только медиум средний. Для моей обуви мужу, конечно, нужно заказывать чуть больше. Ларч большой, но в наличии не было. Нужно будет поискать. И еще в комплекте они мне отправили два вот таких чехла. Кстати, вот эти чехлы, наверное, как раз таки подойдут и для обуви мужа. Они высокие. Здесь фиксируется, как мешочек затягивается. И опять же классно, что есть окошко прозрачное. То есть можно посмотреть, какая обувь лежит в чехле, не открывая его. Удобно. Две штуки. Ну, ткань такая тоненькая. Не совсем тоненькая. Но мне кажется, она как дышащая в сеточку. Но при этом не просвечивает. В общем, классно. Так, это у меня сумка для разной косметики. В основном декоративной. То есть сюда можно сложить в том числе еще шампуни, какие-то заколки. И вот так она раскладывается. Есть крючок. Можно повесить, например, где-то в ванной комнате. И вот получается, что здесь вот эти все отделения, они клеенка, да. Соответственно, ткань тоже водоотталкивающая. Здесь даже есть резинки, чтобы зафиксировать, например, какие-то бутыльки. Так, это тоже открывается. В общем, абсолютно все. Мне понравилось то, что абсолютно все, всю косметику, шампуни, гели и так далее, можно разместить вот в одной такой сумке. Мне кажется, это суперудобно. Я раньше раскладывала по маленьким косметичкам, потом по сумкам. И вот в чемодане это было где-то там, а здесь все будет храниться в одном месте. То есть вот ты достал с чемодана вот такую вот косметичку и отнес ее в ванную комнату. Соответственно, мне нравится это тем, что когда ты все организованно складываешь в чемодане, разобрать его не составит труда. Буквально 5 минут и все, и можешь отдыхать. А потом собирать тоже очень легко. И вот это минимизирует сборы, и ты больше времени отдыхаешь и меньше заморачиваешься какими-то такими бытовыми вопросами. Здесь, кстати, тоже есть еще кармашка. Ну, классная, мне понравилась. Качество тоже неплохое. И она, знаете, как стеганая. То есть здесь строчка какая-то есть. И еще вот такую косметичку мягкую я купила для организации хранения уходовой косметики. Так, здесь у нас, получается, внутри есть одна вот такая маленькая еще косметичка. Она на липучке. Ее можно вот сюда пристегнуть. Так, внутри ткань какая-то, ну, тоже, в принципе, гладенькая такая, удобно будет протирать. И мне кажется, не так будет мараться она изнутри. Здесь есть кармашки. Это, я так понимаю, для кистей, наверное. Ну, еще что-то можно хранить. И чтобы не замарать, да, они сюда приклеили клеенку. Все продумано до мелочей. И сама, в принципе, она такая объемная. То есть, опять же, абсолютно вся декоративная косметика поместится в одной такой косметичке. Есть ручка. Супер. Так, и еще, по-моему, да, вот у меня еще одна покупка. Это органайзер для бижутерии. Вот такую коробочку я купила. Слушайте, классная какая. Внутри она как бархатная. Здесь есть отдел для колец. Здесь, наверное, серьги хранить для цепочек, чтобы они не переплетались, не путались между собой. Такие специальные крючочки, три штучки. И такая, в принципе, сама по себе компактная. Она твердая, то есть, держит форму. Тоже розовенькую. В общем, я все бежево-розовое купила. И последнее мое приобретение с сайта Amazon. Это вот такая банка с дозатором. Она стеклянная для масла. Я увидела в Instagram. Мне показалась, это удобная штука, чтобы постоянно не использовать кисточку. Сюда заливаешь масло. И вот здесь силиконовая кисточка. Здесь даже, по-моему, да, есть разметка. 6 мл, 9 мл. Смазывать противень или сковороду. Или, допустим, просто можно капнуть масло в салат, чтобы его заправить. Эта банка у меня будет стоять в кладовой. Там темно. И меня не смущает то, что она стеклянная, прозрачная. Я думаю, что можно будет таким образом хранить масло. Много не наливайте. Но мне кажется, это удобно для повседневного быта. Также несколько покупок я совершила на распродаже. Сейчас после Пасхи. У нас в магазинах везде скидки. К сожалению, нет времени съездить в какие-то большие магазины по типу TJ Maxx или Target. Мы были в небольшом местном магазине Pop Shelf. Он практически рядом с нашим домом находится. И также в Walmart, в супермаркете. Кое-что купила, когда заезжали за продуктами. Там большой стенд. Но я особо ничего не выбрала. Единственное, вот купила столовую дорожку, которую я показала вам утром. И вот такую керамическую большую банку с деревянной крышкой. Стоила она всего 3 доллара. Весенний-летняя расцветка мне понравилась. И вот такой цветок. Искусственное растение, точнее, в горшке. Горшочек тоже керамический. Яркий. Возможно, поставлю в эмину комнату. И разделочную доску деревянную. Решила я обновить. В моем, в принципе, таком неплохом еще состоянии. Но вот одну, я думаю, что нужно будет заменить. Вообще, я стараюсь с деревянными досками постоянно ухаживать. То есть, их чищу, шлифую, обрабатываю кокосовым маслом. Ну вот, это было со скидкой. Поэтому решила взять. Здесь, кстати, есть подставка удобная для телефона или для планшета. Можно его разместить здесь, пока готовишь. Чтобы было не скучно. Или рецепт, например, какой-нибудь смотреть. В магазине PopShelf я увидела вот такой поднос. Стоил он изначально 8 долларов. Скидка была 50%. В итоге, я его купила за 4 доллара. Плетеный. Мне понравилось то, что он небольшой и немаленький. С ручками. Сейчас летний период. Чаще будем завтракать, обедать на улице, на заднем дворе. И вот выносить, подавать какие-то блюда, мне кажется, будет удобно. Ну и, в принципе, так он симпатично смотрится. Возможно, даже использовать его где-то для декорирования в доме. В общем, цена была копеечная. Поэтому решила взять. Продолжение следует... Чек-лист я уже давно перенесла на телефон, чтобы он был всегда под рукой. Вот заметки у меня есть на Самсунге. Я думаю, такая функция есть на каждом телефоне, независимо от модели. Единственное, что, конечно, интерфейс может отличаться. Мне это приложение удобно тем, что здесь можно, во-первых, создать отдельные папки. Все не находится на одной странице. Нет каких-то разделений. То есть здесь у меня, например, идеи какие-то, когда меня посещают. По съемке видео, дальше рецепты. И вот отпуск у меня есть. Здесь подготовка к путешествию. И вот таким образом он у меня выглядит. Так, вот сюда я написала базовые. То есть лекарства, техника, зарядки, купальники, полотенца и так далее и тому подобное. Как только я что-то положила в чемодан, я вычеркиваю. Следующее положила в чемодан, вычеркиваю. И потом, в следующий раз, когда мы опять куда-то поедем, я просто убираю галочки. И у меня чек-лист новый готов. То есть не надо перепечатывать постоянно текст, копировать, вставлять. То есть, мне кажется, это очень удобно. Помимо всех вещей, я еще в чек-лист записываю действия, которые нужно выполнить в последний день. Чтобы ни в коем случае ничего не забыть. Например, закрыть двери, окна, выключить приборы, закрыть гараж, полить цветы. Бывает такое, в отпуске вспомнил. Так, а я выключил утюг. Так, а я закрыл дверь, а гараж мы закрыли. Вот когда все вычеркнуто, ты знаешь, что ты 100% это сделал. Поставил галочку, отдыхаешь спокойно и ни о чем не волнуешься. Солнцезащитный крем для тела в этом году я купила от марки. Ньютраджина. Решила попробовать. Много читала положительных отзывов, в том числе и со стороны дерматологов. Здесь, кстати, даже на упаковке написано, что это номер один бренд, рекомендуемый дерматологами. Состав отличный. Взяла SPF 70. Но пока не знаю еще. Не пробовала, не открывала. Протестирую. Для лица я уже не первый год покупаю вот такой La Roche-Posay. Мне нравится текстура, не жирнит мою кожу. Отличная защита. И в этом году еще решила купить тоже по рекомендации дерматолога вот такой BB крем. Были исследования, подтверждающие, что для лица, для защиты от ультрафиолета лучше использовать именно BB крем. Но, конечно же, не каждый день. Например, если ты просто с утра идешь на пляж, то, конечно же, лучше использовать вот такой вариант. Лично для меня. Здесь получается самый легкий оттенок, самый светлый. Я уже несколько раз наносила. По цвету подходит мне. И так вроде как поры не забивает, кожу не жирнит. Очень хороший состав. Это австралийская косметика. Если встретите где-то в продаже, то уже рекомендую. Дерматологи очень положительно о нем отзываются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...